В женском одиночном фигурном катании на мировом первенстве, которое проходит в японской сайтами, определилась победительница. Ею стала российская фигуристка Алина Загитова. Подробности сегодня на канале Сплетники. Интересуетесь изнанкой шоу-бизнеса? Хотите свежих сплетен, скандалов и интриг? Вступайте в нашу группу в Инстаграм и подписывайтесь на канал в Телеграм, где мы публикуем то, что не проходит по формату на Ютубе. Все ссылки под видео. Российская фигуристка Алина Загитова стала победительницей в женском одиночном катании на чемпионате мира в японской сайтами. По итогам короткой произвольной программы Алина набрала 237,50 балла. Евгения Медведева стала третьей – 223,80 балла. Второе место заняла представительница Казахстана Элизабет Турсунбаева – 224,76 балла. Она стала первой в истории фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на взрослых международных соревнованиях. Ранее по итогам короткой программы Загитова шла на первом месте. Медведева была четвертой, а Турсунбаева – третьей. Алина Загитова является действующей олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Но титул чемпионки мира стал первым в копилке 16-летней спортсменки. Быть первой очень сложно. Что касается ее соотечественницы Евгении Медведевой, она дважды становилась победительницей мировых первенств. Ранее Загитова и Медведева стали соперницами на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Обе спортсменки тренировались у этери Тутберидзе. Медведева считалась фавориткой соревнований и закончила свое выступление с мировым рекордом. Однако Загитова, выступавшая после нее, тут же побила ее результат и выиграла золото Олимпиады. Через несколько месяцев после этого Евгения Медведева со скандалом ушла от Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. На турнире к ней тоже было приковано внимание публики. Выступала она с поврежденным бедром. «Пройдено очень много, правда. Я сегодня горжусь собой, своей командой. Сегодня был сложный день, было много вещей, через которые нужно было пройти, и мы это сделали». Евгения прокомментировала личный результат. «Я просто хочу продолжать двигаться дальше, залечиться и двигаться дальше. Мне сегодня было очень сложно и очень больно». По итогам чемпионата Россия сохранила три квоты в женском фигурном катании до следующей чемпионат мира, который пройдет в марте 2020-го в Монреале. Давайте поздравим фигуристок с заслуженной победой и пожелаем дальнейших спортивных успехов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!